друзья всем привет возвращаюсь в эфир несмотря на то что в отпуске на отдыхе ну вот нашел время встретиться с вами и обсудить накопившиеся вопросы про часы и надеюсь сегодняшнее видео такое немножечко экспромтом но будет для вас интересное и полезное и что-то для себя здесь также найдете и увидите итак сегодня нас ждет несколько вопросов я скажу так что их будет наверно побольше чем обычно но постараюсь где-то пробежаться тоже быстрее чтобы не затягивать это видео итак первое что хочется сегодня здесь сказать это вопрос который ну вот много таких вопросов и хотел бы акцентировать на этом внимание потому что вот я не знаю как на них отвечать может быть вы знаете вот спрашивает подписчик сожалению делать не отметил как имя этого человека он меня спрашивает виталия омега или брайтлинг хрономат вообще мнение важно но вот как мне ответить на этот вопрос друзья мои вот скажите омега или хрономат какой хрономат какая омега что за человек какое запястье вообще какой стиль как ответить на сколько денег да то есть омега или хрономат то есть реально это вопрос еще посложнее чем наверное блондинки или брюнетки да то есть или голубые глаза или карии ну откуда я знаю у каждого свой свой вкус свое мнение и свое настроение поэтому здесь тоже самое если вы спросите меняем мне больше по душе некоторые модели омега потому что брайтлинг более брутальные более крупные то есть если вы крупные мужчина да и вам что-то более бруталити такое нужно но скорее всего брайтлинг можно рассмотреть если больше хочется элегантности где-то спортивности дальше от пилотной темы примеру да и ну рассмотрите омегу то есть я бы наверное больше так сказал дальше вот такой вопрос который давненько мне задали и я вот все забывал на него ответить касается сравнения двух моделей которые наверное требуют даже отдельного выпуска но пока в рамках вот этого разговора и ответа на вопросы это скажите что вы думаете по поводу ланджин спирит престиж эдишен или новые и даблуси пайлот марк 20 вот такой вопрос да то есть в чем соль здесь вопроса что вот есть у нас к примеру классические с недавних пор ланджин спирит допустим синим циферблатом вот таким вот образом он выглядит до этот ланджин спирит то есть здесь все очень аккуратно все в стиле классических теперь уже ланджинов спирита да я не буду здесь повторяться что здесь и чего но с очень красиво 40 миллиметров накладные метки дата хронометр это классная секундная стрелка мне все нравится но единственное что мне нравится больше эта модель на кожаном телячьем ремешке с прострочкой наверное они смотрятся тогда более аккуратно потому что у ланджина вот эти ушки длинные и плюс браслет выглядит немножечко грубовато ну давайте признаем честно как-то грубовато и массивно вот поэтому здесь даже некоторые рассматривают если набрать на браслете 37 миллиметров чтобы это не было так мелко точнее так массивно закручивающаяся заводная головка и все ништяки которые вы так любите вот в таких подобных ну назовем это тул watch что касается цены ритейл там около 2000 долларов и вот торгуются тоже где-то 200 иногда меньше смотрите график на хрона интересный то есть в отличие от многих ланджинов не теряется цене а даже подрастает и со старта если они стоили где-то там 1700 можно было и за 1630 найти сейчас уже не так часто можно дешевле 2000 долларов на браслете это важный момент а если мы говорим про такую как бы линию не линию а предложение престиж эдишен черный циферблат там есть разные варианты по меткам но насколько я понимаю там идет большой бокс большая коробка и идет помимо браслета еще кожаный по моему ремень да и ну скорее всего каучук там по-моему 33 браслета три ремня это же самое но клевые часы я их свое время рассматривал на повседневку в принципе носить синим циферблатом на кожаном ремне хорошая история здесь ценник кто-то уже улетает но в основном все равно я думаю что ниже 3000 можно найти предложение здесь относительно мануфактурные как бы механизмы l3 восьмерки 4 по моему он называется для спирита который делает это который входит с вотч группы здесь все по классике и сравниваем мы вот с этими а я доблый си марк 20 там же не сказал что запас хода 72 часа что в принципе достаточно прилично здесь здесь это новый марк причем 19 где-то потеряли то есть был 18 сразу стал 20 вот на браслете подобным образом это выглядит интересные часы на ну аля мануфактурном механизме мануфактурном механизме от iwc 120 часов запас хода сталь также сатин закручивающиеся заводная головка 40 миллиметров и более короткие уши у меня были схожие часы лимитка синим циферблатом в свое время марк 18 только приятные впечатления это одни из тех часов в которых я жалею что их продал реально как бы жалею да то есть они смотрелись клёво и у меня был синий циферблат на кожаном коричневым ремешке такие прям в пилотном стиле те же 100 метров водозащита 40 миллиметров и цена конечно повыше но вот обратите внимание на цену цена здесь вот на хрона вообще просто до идет 6500 где-то около того до 6400 но это дороговатое предложение вообще ритейл на эту модель на браслете 6150 насколько я помню на ремешке 5250 аж на 900 баксов дешевле чем на браслете очень классное сатинирование у этих IWC я по опыту просто могу сказать по опыту 18 думаю что здесь не хуже в жизни я их не видел пока что 20 но на 18 насмотрелся и ну к сожалению потом их продал тяжелее и вот человек спрашивает вот эти часы или вот эти ну или там про именно вот эти именно престиж эдишн спрашивал человек то есть на самом деле очень похожие часы цена у них как вы понимаете чуть ли не в два раза дешевле бренда немножечко разного уровня да все таки он же сейчас в премиальном сегменте IWC это люкс очень похожие часы то есть накладные метки 40 миллиметров стрелочки плюс-минус там хронометры здесь мне нравится что дата в цвет циферблата не знаю я скажу честно что вот все зависит наверное от бюджета то есть если у вас бюджета побольше ну я бы взял IWC больше запас хода блин они реально круто смотрятся они тоньше 10,8 миллиметра то есть прям тоненькие аккуратные ну действительно клевые часы то есть они на руке смотрятся здорово и несмотря на их где-то простоту но они выглядят дорого достаточно солидно и кто разбирается в часах тот понимает что это такое вот то есть вы я думаю с такими IWC не прогадаете вот а если денежек поменьше но они есть то что от двух ну я скажу так что реально где-то за две с половиной со всеми делами наверное вполне можно себе купить по крайней мере вот такую вещь иногда дешевле и особенно на ремне будет смотреться чудесно так давайте дальше вопрос сегодня не везде имена к сожалению подписал кто задавал вопрос будет ли топ часов до 500 тысяч рублей спасибо задает вопрос подписчик недавно у нас был топ 5 часов до 300 тысяч рублей который мне дался сложно я скажу честно потому что выбор достаточно большой и что уместить в топ 5 топ 6 из всего разнообразия тоже достаточно непростая история и вот сразу прилетает вопрос будет ли топ до 500 тысяч рублей но скажу честно не знаю пока потому что тяжело мне определиться и когда уже есть полмиллиона или около того выбор настолько огромный на вторичном рынке что это уже абсолютная вкусовщина и дело вкуса я не знаю нужен ли вам такой топ или там уже все очень более тонко и вряд ли может быть нужно прям делать какой-то топ все там слишком индивидуально следующий еще вопрос интересный касается Илья спрашивает можно ли за плюс-минус 300 тысяч рублей купить грандсейка не кварц и вы знаете я вот не знаю ответа на этот вопрос последнее время цены так выросли на грандсейк что иногда мне кажется уже отрываются они от земли и уверен что у нас на канале есть люди или попадут на это видео кто больше разбирается намного больше в грандсейка чем я и вот вам делаю пас на гол вот скажите мне пожалуйста голевой пас пас на гол скажите мне пожалуйста вот можно ли реально купить грандсейка не кварцевые за 300 тысяч рублей сейчас вообще это реально то есть это где-то три с половиной тысячи долларов плюс-минус вообще это реально сейчас или нет еще один вопрос интересный такой практически задает мне вопрос задает мне человек который меня поначалу поставил в тупик потом я начал чуть выбираться из этого тупика он спрашивает да нужны часы за 10к долларов но может 13-14 чтобы не заезженный хайповый бренд дата браслет водозащита 100 метров и больше матового финишинга то есть не люблю царапины желательно мануфактура 38-41 миллиметр диаметр не толще 14 миллиметров интересная история видите сколько сразу здесь параметров нюансов именно так и правильно так и лучше делать выбор и вот я сидел реально ребят думал 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 вроде хорошая цена и вроде запросы таки а вот не так часто что-то попадется что до десятки в люксе не заезженный бренд сразу не заезженный бренд у нас куча сразу отваливается правильно вещей и что вот на это подходит знаете вот с фантазией тяжело то конечно в отпуске тут немножечко другие времяпрепровождением другое но почему я оставил а я доблюсь и марк на вашем экране потому что это одни из двух часов первых которые мне пришли на память условно-мануфактурный механизм 120 часов запас хода дата 40 миллиметров сталь очень крутой у айдоблыси у этих сатин окошко даты то есть в принципе все что человек делал запрос абсолютно все есть в этих часах да по нашему списку и что еще самое приятное они чуть ли не в два раза дешевле чем человек хотел бы купить не знаю устроит или нет но вот здесь там условно пять с половиной шесть тысяч долларов вы получаете вот весь соус тот и в принципе для россии айдоблыси это не заезженный бренд то есть если это в штатах где-нибудь в европе может быть это там очень узнаваемый в россии все-таки айдоблыси он не так на поверхности такие люди предпочитают другой бренд другие бренды покупать за эти деньги вот поэтому возможно айдоблыси будет для вас здесь какой-то находкой то что вот дешевле где-то шесть тысяч также еще покопавшись в памяти не знаю насколько это подойдет но блампа мне выскакивают вот на память здесь конечно с сатином самим наверное проблема потому что больше здесь циферблат все таки ой циферблат корпус глянцевый да но есть в разные варианты вот просто поищите у блампа можно с хорошими усложнениями видите там какие-нибудь двойное время и там фаза луны здесь у нас также есть дата есть малая секунда есть очень приятный 38 миллиметров циферблат есть мануфактурный механизм есть 100 часов запас хода и есть у блампа предложение 100 метровые да то есть там надо смотреть вот этот вариант 100 метров как раз то есть то что и требовалось поэтому блампа можно искать и находить этот бренд достаточно популярен но с другой стороны он серьезно теряет на вторичном рынке и там есть определенные возможности взять хороший такой серьезный бренд особенно для России для Европы и и при этом не переплатив взять вот все ваши плюшки 38 миллиметров 100 метров бла-бла-бла все это взять вот в таком соусе ну и поищите у них есть варианты где чуть больше сатина естественно ссылочки на эти референсы на эти модели оставлю в описании чтобы вам было удобно в ответе на вопрос и последний вопрос на сегодня чтобы это видео не затягивать а сколько пар часов лучше всего иметь в коллекции три мало тысячи много сколько пар часов в вашей коллекции будет например через пять лет по спрашивает пользователь с ником александров насколько читаю вы знаете но он ответ на этот вопрос у меня был в принципе в видео когда мы говорили про часовую болезнь оставлю ссылочку в описании на этом канале есть это видео про часовую болезнь и и я там говорил про то что нужно контролировать количество часов у вас в коллекции в сете чтобы это не перевали не переваливала за какое-то безумие когда вы уже теряете здравый смысл замораживаете деньги а часы допустим не носите вообще то есть часы нужно носить сами нужно наслаждаться кайфовать делиться ими да и если вам что-то уже не нравится в это не носите лучше продайте или подарите кому-то но не складируйте в этих бесконечных шкатулках не не тратьте время деньги и мне кажется что лучше всего все-таки количество часов но здесь я не буду давать кому-то какие-то рекомендацию каждого свой как бы своей истории свой взгляд если вы спросите меня вот человек спрашивает меня сколько у меня будет часов через пять лет я думаю что ребят но вы знаете наши хобби нашего увлечения можно сегодня говорить одно через три месяца другое через пять лет тем более другое третье если вы спросите вот сейчас меня в двадцать третьем году но мне кажется что количество этих часов будет не более десяти но максимум двенадцати не более потому что больше двенадцати штук для меня вообще уже теряется смысл то есть я вообще буду не успевать их носить поэтому я предпочитаю повышать качество самих часов то есть какие то уже исследовать смотреть продавать двигаться дальше выше категории или что-то более редкое что более интересное вот но вообще моя практика показывает когда у меня там 68 пар часов это уже вполне более чем достаточно даже для часового энтузиаста дальше уже но какие-то часы начинают залеживаться пропадать или ты видишь какие-то нюансы уже думаешь блин высоковатые громоздкие или там что-то раздражает какая стрелочка то есть я в этом плане тоже достаточно придирчивый такой человек вот и поэтому здесь могу вам сказать что ну для меня оптимально где-то 10-12 напишите ваше мнение может быть что вы считаете но точно часов не должно быть 1000 и если вы увлекаетесь часами но наверное их не они не должны быть одни скорее всего поэтому такая история поэтому завершая это видео могу сказать что делайте свои решения то есть не спрашивайте у меня омега или брайтлинг не спрашивайте у меня сколько часов в вашей коллекции должно быть и вы это должны сами как бы чувствовать сами знаю друзья мои потому что это очень субъективное мнение субъективный взгляд поэтому надеюсь это видео было вам полезно пишите свои комментарии свои мысли по поводу вот этих вопросов может быть что-то у вас будет какая-то рекомендация чтобы вы выбрали айдаблусе марк 20 или ланжин спирит омегу или брайтлинг и дальше по списку вот все опять же тайм-коды описание все будет под этим а гранция к за 300 тысяч что вы порекомендуете нашему сообществу нужно ли делать топ до 500 тысяч рублей или там ну я считаю что слишком все субъективно и мне кажется сложно там будет что-то прям выделить ну прям мне тяжко будет вот и также рекомендации вот человеку по поводу этих часов где я вот нашел где я нашел блампа и айдаблусе это порядка пяти шести тысяч кстати вот по поводу этих блампа тоже хотел сказать что здесь 9 в среднем 98 по рынку но в россии можно значительно дешевле их найти и вообще будет супер покупка чуть ли не в два раза дешевле чем вы планировали вы получите вот определенную такую серьезную модель на мануфактуре с усложнением и 100 часами запаса хода друзья мои все на сегодня с вами был виталий сергеенко все контакты и полезные ссылочки в описании под этим видео если вам нужна помощь подсказков в том чтобы подсказать что-то вам по часам найти какие-то часы подсказать как достать их из штатов или привезти из европы вы можете всегда ко мне обратиться контакты ссылочки в описании все всем спасибо большое иду дальше отдыхать пить коктейли вам желаю хорошего вечера и мы с вами увидимся в следующем видео на этом канале в воскресенье постараюсь для вас записать еще одно интересное разговорное видео на одну тему которая сейчас многих волнует в индустрии такая важная главная новость в индустрии часовой за последнее время сейчас да обсудим это воскресенье на этом канале всем успехов подписывайтесь на этот канал ставьте лайки и до встречи в следующем видео берегите время время это самое главное самое ценное что у нас с вами есть поэтому всем успехов и всем до связи всем пока